Здравствуйте! Очередная серия о деревне. Есть в Мстиславском районе место, которое привлекает своим необычным ландшафтом и живописными пейзажами. Это небольшая деревня в Копачевском сейсовете. Кондратовск. Где мое сердце по-прежнему просится, а я все не еду, дела и дела. Деревня стоит фактически на вихре. Здесь летом купались, ловили рыбу, отдыхали, а зимой играли в хоккей и катались на лыжах. В деревне есть и свои особенные названия. Лысая гора. Там раньше стоял асфальтный завод. Япония. Так называли несколько домов в Кондратовске, которые, к сожалению, не сохранились. Лука. Небольшая заводь на вихре, где купается и сейчас. На правом берегу вихры Кондратовск впервые упоминается в 1768 году, как поместье в Мстиславском воеводстве Великого княжства Литовского. Деревня была небольшая. В 1910 году прошла перепись населения. В деревне проживало 170 человек. Также рядом располагались хутора, которые назывались Кондратовск-1 и Кондратовск-2. В 1924 году деревня вошла в состав БССР. Здесь организовали колхоз «Красный пахарь». Во время Великой Отечественной войны деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и освобождена в 1943 году. Я называю по имени Отчеству, святая как хлеб, деревенька моя. После военных годов в Кондратовске люди строили дома, создавали семьи и растили детей. Река с холмистыми берегами, лес – идеальное место для дачной жизни. Не правда? Сейчас Кондратовск понемногу превращается в дачный поселок. Наблюдается тенденция возвращения в родительские дома, оставшиеся по наследству. Песня «Красный пахарь» Есть надежда, что в будущем здесь будет все ухоженно и красиво. И Кондратовск не войдет в список исчезнувших деревень Мстиславского района. Я хотел бы поблагодарить Светло Костричника за предоставленную информацию. В интернете найти о деревнях Мстиславского района очень сложно. Поэтому я хотел бы вас попросить, пишите свои истории о своей деревне в комментариях. Следующая деревня будет Парадино и Коробчино. Ну а у меня на этом все. Всем пока. Увидимся в следующем видео.